МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире Панорама в студии Дмитрий Чебурков. Здравствуйте. О главном в республике и мире прямо сейчас. И начинаем выпуск с военной обстановки. Украинские боевики продолжают уничтожать мирных людей. В поселке Александровка ранен 52-летний мужчина. Все произошло утром около 5.30. Местный житель переходил через мост, который хорошо просматривается украинскими военными, когда в него со стороны вооруженных формирований Украины прицельно выпустили гранату АГС. Пострадавшего сосед на автомобиле оперативно доставил в Донецкую 14-ю больницу. В результате взрыва мужчина получил множественные осколочные ранения. Сейчас он без сознания. За его жизнь борются медики. Вот что о случившемся говорит дочь пострадавшего. Посекло его полностью осколками. Пострадала нога, живот, плечи, голова, уши. Короче, тут 10, говорят, вроде как осколков, да? Там очень много осколков. Там много осколков, там еще неизвестно все. Помощь семье уже оказывают волонтеры. Ведь трагедия случилась в канун Нового года. Перед праздниками один на один со своим горем людей оставлять нельзя. На лечение открыли сбор в социальных сетях. В свою очередь, отметим, ранее глава ДНР говорил о том, что Украина настойчиво демонстрирует свое нежелание устанавливать диалог. Анализ обстановки на линии соприкосновения сегодня свидетельствует о подготовке противника к новым провокациям. Теперь в Москву, где в полдень началась 17-я по счету итоговая пресс-конференция президента России. Тем действительно много. Коронавирус, экономика, внутренняя и внешняя политика. И, конечно, в стороне не осталась украинская повестка. Отвечая на вопрос по ситуации на Украине, Владимир Путин вспоминает цитату князя Александра Горчакова. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается. С момента распада Советского Союза часть исторической территории России оказалась отделена от территории Большой Родины. И отнеслись к этому с пониманием, продолжает российский гарант. Но государственный переворот в Киеве кардинально изменил ситуацию. Часть нового государства, которого ранее никогда и не существовало, отметил Владимир Путин, сделала свой выбор, а потому без внимания оставить не могли. И как итог. После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что? Мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах, не мыслил себе иначе, как частью России. Но его туда Ленин с товарищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали, надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал. О том, как и где он хочет жить. Ну ладно, это и произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который сегодня развивается. Хорошо. Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал Порошенко. Только не военные операции. Да, да. И начал. Результат. Окружение, потери. И минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чём? Не хотят исполнять. Ну не хотят исполнять. Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, не коренным народом. Так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами. Они есть. Просто не выпячивают, но они есть. Значит, потом о языке. Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот что происходит. Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Значит, и американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути. К другим темам. Сегодня республика встретила юбилейный 105-й гуманитарный конвой. Россия привезла в ДНР лекарственные препараты, медоборудование и изделия медицинского назначения. То, в чем нуждаются наши больницы. Кроме того, привезли и новую партию вакцины от COVID-19. 272 тысячи доз. Прямо с места разгрузки. Наталья Гриценко. В это морозное декабрьское утро снова прибыла помощь от Большой Родины. За моей спиной разгружают одну из шести фур юбилейного 105-го гуманитарного конвоя. На этот раз из Российской Федерации прибыло почти 100 тонн груза. В составе гуманитарного конвоя лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, медицинское оборудование. Разгрузка гуманитарной помощи происходит на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке. Распределение гуманитарной помощи будет осуществляться на заседании Государственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению правдой безопасности ДНР согласно предоставленным заявкам. Такие заседания проходят каждый вторник, поэтому уже на следующей неделе помощь распределяют в больнице ДНР. Наталья Грицынко, Ярослав Матвеенко, Панорама. В Дебальцево открыли новый железнодорожный маршрут. Направление Фащевка-Чернухина-Дебальцево свяжет Донецкую и Луганскую народные республики. Также запустил движение грузовых электропоездов и городской железнодорожный вокзал. В каком направлении там застучат колеса, знает Виктория Ломанова. Почти за год Донецкая и Луганская железной дороги перевезли более 16,5 миллионов тонн груза. И если раньше груженные металлом и углем поезда отправлялись из Ясиноватой и Иловайска, то с сегодняшнего дня открылось еще одно направление – Фащевка-Чернухина-Дебальцево. Данная ветка открыта грузового назначения на сегодняшний день. Участок открыт именно грузового движения. Она важна для обеих республик в части перевозки основных грузов, которые производятся на территории Луганской народной республики, так и Донецкой – это уголь и сталь. Дебальцево – один из крупнейших железнодорожных узлов Донбасса. Сюда сходились поезда из Москвы, Ростова-на-Дону и Таганрога. И обеспечивают стабильную работу железнодорожного сердца республики те, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник – энергетики. За технологиями и прогресса, за достижениями и успехом стоят люди. Каждый работник железной дороги как винтик в большом механизме. Без них не будет электричества в сетях. Стрелки на рельсах не переведутся. И попросту перестанут ходить поезда. Анатолий работает на железной дороге уже более 20 лет. В эту профессию его привела любовь. Встретил, как говорится, супругу, а ее семья, все они железнодорожники. И получается, пошел по их стопам, самые родственники, они все железнодорожники. Еще до начала Великой Отечественной войны многие работали. Так что традиции семейные продолжаем, нам приходится продолжать. Так что и внуки теперь учатся тоже. Так что еще не все это закончится. Надеемся, будет продолжаться так и дальше. О новой ветке Анатолий знает все. В восстановлении ЖД-сообщения после масштабных боевых действий в Дебальцево мужчина принимал активное участие. Приходилось демонтировать очень много старого, побитого после случившегося. Потом все устанавливали, опоры для контактной сети и тому подобное. Замену всякую ввели. Пока новая ветка предназначена только для грузовых перевозок. Но в планах народных республик запустить и пассажирские составы. Будем смотреть, вернее, руководство трансграничного концерна будет смотреть наполняемость пассажирами. Те проводить мониторинг пригородных пассажирских перевозок. Ну и будут приниматься те меры для необходимого количества поездов. Но у руководства трансграничного концерна есть планы не только на перевозки между республиками. Железные дороги Донбасса готовы отправлять поезда и в Россию. Вопрос возобновления железнодорожного сообщения пассажирского с Российской Федерации лежит в плоскости юридического урегулирования. И, безусловно, как только все нюансы будут урегулированы, мы делаем для этого все, чтобы железнодорожное сообщение пассажирское было возобновлено с Российской Федерации. Как с Москвой, так и непосредственно с Республикой Крым в летней перевозке, когда это наиболее актуально. Технически наши республики готовы вообще к возобновлению уже до сообщения с Россией? Технически обе республики к возобновлению пассажирского движения с Россией готовы. Напомним, что добраться до российской границы по железной дороге можно со станции Ясиноватая. Поезда ходят каждый день. Пассажиры доезжают до станции Успенская в Ростовской области. Уже оттуда можно свободно добраться в любую точку России. Виктория Ломанова, Ярослав Матвеенко, Панорама. Новогодние настроения для первоклассников пролетарского района Донецка. Они одни из первых уже окунулись в атмосферу зимних праздников. Хоровод, елка и, конечно, подарки от Деда Мороза. Вручили им общественники ДНР. Но в этом году, кроме сладости, первоклассники получили и особенный подарок – азбуку Донбасса. Что расскажет школьникам букварь о родном крае, выясняла Юлия Воронина. Вместо школьной формы – костюмы белочек и снеговиков. Все детство этих первоклассников проходит в условиях войны. Они – ровесники нашей республики и ее будущее. А я сидя в снежинках. А снежинка в этом году себя хорошо вела? Да. За старания и хорошие оценки Дедушка Мороз вручил детям подарки от главы республики. Кроме традиционных сладостей, они получили азбуку Донбасса. Красочная и добрая книга расскажет о любви к родине. Каждая буква связана с Донбассом. Народ, не просто люди. Вот здесь для нашего Донбасса это слово имеет огромное значение, потому что у нас Донецкая народная республика. Лиана любит читать и радует маму пятерками в дневнике. Поэтому новая книга займет свое место в ее домашней библиотеке. Там столько интересного буквы, читать много. Я люблю заниматься рисованием. Я всегда рисую разные рисунки своими маркерами. Не меньше детей и книгам рады родители. Мама Лианы говорит, что новый букварь научит детей уважать и ценить родной край. Тем более, что в их семье есть кем гордиться. Да, конечно, показываю. Она всегда говорит, ой, мама, горы, горы. Я объясняю, что это терриконы, что там шахтеры работают. Показываю фотографии, дедушку показывала. Приятный подарок – это, конечно же, азбука. Она красивая, глянцевая, цветная. Я думаю, мы с ребенком будем с удовольствием листать эти страницы. И знакомиться с буквами. Деткам должно быть интересно. И я склонна считать, что чем ребенок больше знает, тем у него больше граней. Активнее всех танцует у елки Данил. Двигаться в ритм он научился раньше, чем читать. В танцах мальчик с трех лет. Я хожу четыре года на танцы. И мы очень много концертов провели. Пока его сверстников интересуют только игрушки. Но многие уже в семь лет знают, чем славится шахтерский край. Как называется наш регион? Где же? Донбасс. Кто такие шахтеры, знаешь? Да, это кто добывает уголь и всякое такое. А что такое уголь? Для чего он нужен? Чтобы топить печки и даже делать факелы иногда. Уголь – это тот, что помогает делать тепло и готовить. Инициаторы создания книги – общественное движение Донецкая Республика и общественная палата ДНР. Идею поддержал Денис Пушилин. Я думаю, во-первых, для детей это будет познавательно, это будет интересно. И они еще раз окунутся в атмосферу, чем развивается и чем славится наш город Донецк и наш регион, наш Донбасс. Первые азбуки Донбасса вручили малышам еще в начале учебного года. Всего ждут своих маленьких хозяев 20 тысяч экземпляров. До Нового года буквари получат все первоклассники республики. Юлия Воронина, Евгений Сысоев, Панорама. На этом у меня все. Полная картина дня уже в вечернем выпуске «Панорамы». Оставайтесь с телеканалом «Юнион» и будете в курсе всех актуальных событий. Встретимся в этой же студии. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин